Можно ли употреблять оливковое масло в лечебных целях? Не только можно, но и нужно. Если у вас, конечно, какие-то серьезные заболевания или целый букет каких-то серьезных патологий, имеет смысл по этому поводу посоветоваться с вашим врачом. Я не могу давать рекомендации, касающиеся глубоко серьезно больных людей. Но если в целом вы здоровы, вы понимаете, что вы хотите жить долго, счастливо и как можно меньше болеть, то оливковое масло будет очень для вас полезным выбором. И даже дело не в том, что готовить с ним гораздо полезнее для здоровья, то есть вы снижаете таким образом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и каких-то даже раковых заболеваний, то в целом в лечебных целях вы можете употреблять оливковое масло. И для, например, поддержания здоровья вашего желудочно-кишечного тракта оливковое масло обладает очень сильным противовоспалительным действием, обладает способностью подавлять болезнетворную микрофлору. Так что если у вас гастриты или даже предъязвенное состояние, связанное с хеликобактер пилори, оливковое масло для вас идеальный выбор. В таком случае столовая ложка натощак будет для вас прям вот поддержкой для вашего организма. Также если вы хотите хорошо выглядеть ради здоровья вашей кожи, ради хороших блестящих волос, это тоже чудесная идея выпивать столовую ложку оливкового масла натощак. В целом можно употреблять оливковое масло в течение всего дня. Просто заправляйте им салаты, готовьте с оливковым маслом. Общее количество оливкового масла, которое рекомендуется для потребления диетологами, это 3 столовые ложки. И в таком случае вы действительно будете давать своему организму и богатые витамины, которые содержатся и в самом оливковом масле, и в том салате, который вы им поливаете. То есть в присутствии оливкового масла витамины из овощей гораздо лучше усваиваются. Кроме того, вы получаете огромное количество антиоксидантов, содержащихся в оливковом масле. Они снижают риск развития сердечно-сосудистых патологий, они улучшают тонус сосудов, они улучшают кровообращение и, соответственно, употребление кислорода всеми внутренними органами, они замедляют процессы старения, они помогают вам лучше справляться со стрессом, лучше справляться с какими-то, скажем так, болезнетворными бактериями. Так что это действительно очень хороший выбор употребления оливкового масла именно в качестве лечебной субстанции. Ну, помимо того, что вы можете употреблять его внутрь, вы также можете употреблять его и наружу. То есть любые царапины заживают гораздо лучше, если смазать их оливковым маслом. Опять-таки это за счет противовоспалительного действия, за счет подавления всяких микробов. Очень хорошо использовать оливковое масло в качестве скрабов, как в составе разных средств для кожи тела, в составе кремов для лица, в масках для волос. Это действительно и помогает в ситуации, когда у вас какие-то есть мелкие воспаления на коже или если у вас есть какие-то проблемы с нейродермитами, дерматитами, когда возникают какие-то воспаления на коже. То есть оливковое масло – это прекрасный выбор для самых разных форматов использования. Но опять-таки повторю, если у вас присутствует серьезная проблема, имеет смысл сначала спросить своего врача. Потому что в некоторых ситуациях, в принципе, использование любого жира, оно может быть вам противопоказано. Если вы хотите попробовать оливковое масло, которое будет не только очень полезным и биосертифицированным, но еще и очень вкусным, и так, что вы сможете даже натощак выпивать свою столовую ложку, не поморщившись, а наоборот, получив удовольствие, присоединяйтесь к нашему клубу оливковых гурманов. Сделать это просто. Подпишитесь на наш инстаграм или заходите на наш сайт. Добро пожаловать и спасибо! Спасибо!